Почему мы были рождены? Просто... В определенном возрасте люди начинают чувствовать определенные желания. Если они говорят о них напрямую, это выглядит некрасиво. Поэтому они начинают говорить друг другу разные глупости. Они называют это милыми пустяками. Начинают говорить друг другу глупости, и потом совершают некоторые действия. Разговоры, разговоры, потом определенные действия, и вот вы здесь. Вот как это происходит. Или вы спрашиваете, почему, подразумевая, в чем цель моего рождения? А что, если нет цели? Вопрос, какова цель моего рождения, возникает только потому, что каким-то образом ваш жизненный опыт стал бессмысленным. Для существования вам нужна какая-то предписанная Богом цель. Вы бы не задавали такой вопрос, если бы ваша голова разрывалась от экстаза, если бы каждая клетка взрывалась в экстатическом переживании. Вы бы не спрашивали, почему я был рожден? Не так ли? Вы сидите здесь, на этом чертовом сатсанге, ноги затекают, все болит. Почему я был рожден? В чем смысл всей этой боли? Вот о чем вы спрашиваете. Если вас переполняет экстаз, вы не спросите, почему я родился, не так ли? Вы бы спросили? Нет. Первое, что вы должны сделать — изменить свое переживание жизни. Если вы не испытываете блаженства, вы не поймете, о чем я говорю. Вы не сможете понять, потому что исходите из определенного переживания жизни. Я кажусь очень высокомерным и безответственным, что на самом деле не так. Но так кажется, потому что мое переживание жизни опьяняет. Вы же трезвы, и у вас болят ноги. Для вас, почему я родился — большой вопрос. Для меня же это шутка. Сначала вы должны трансформировать свой опыт, а затем искать ответ. Потому что если в вашем нынешнем состоянии вы будете искать ответ, вы придете к самым разным неправильным умозаключениям. Если с болью в ногах вы спросите, почему я родился, я тут же мог бы сказать вам, я мог бы собрать вокруг себя множество несчастных людей, как это происходит на большинстве духовных собраний. И если я скажу вам «Бог испытывает вас», тогда вы не сдвинитесь с места, и не важно, что нога жутко болит. «Бог испытывает меня, я должен пройти испытания». Если вы не соответствуете собственным ожиданиям, это нормально. Но можете ли вы не оправдать ожидания Бога? «А что, если цели не существует?» Ее и нет. Жизнь сама по себе является целью. Она не нуждается в других целях. Этот вопрос появляется потому, что вы не познали величие жизни, потому что вы еще не осознали безмерность того, что значит быть человеком. После того, как в вашу жизнь войдет такое переживание, вы не будете спрашивать «почему?» «Почему?» не имеет значения. Кого волнует «почему?» Это слишком замечательно, слишком фантастично и потрясающе. Кто будет спрашивать «почему?» Сейчас какие-то незначительные переживания, то тут, то там, поддерживают вас. Все остальное слишком пресно. Встать утром, сходить в туалет, приготовить завтрак, поесть, сходить в офис. Один единственный момент успеха, один момент удовольствия, момент любви, момент радости — здесь и там это поддерживает вас. все остальное слишком пресно, не так ли? Разве это не так? Вот почему возникает такой вопрос. Если в каждое мгновение жизнь абсолютно переполняет вас и бьет через край, «почему?» будет нелепым вопросом, не так ли? Мы можем привнести в вашу жизнь энтузиазм, заявляя «Бог испытывает вас» или «Бог целует вас». Вам скажут много всего. Говорю вам, в вашей жизни нет цели. Если вы не осознаете насыщенности своего существования, вы можете придумывать себе цели. Если вы осознаете насыщенность этого существования, если вы испытываете экстаз от того, что вы здесь, кому какое дело до того, есть ли цель? Нагиум.